Сегодня я хочу поговорить с вами о типичных, часто встречающихся сокращениях в разговорном английском. Их очень много. Я сегодня вам хочу просто показать примеры. Кстати, для тех, кому интересны сокращения и современный молодёжный жаргон, ну, приличный слэнг, я бы рекомендовала сериал, кстати, меня спрашивали, кто-то меня задал вопрос, Наташа, что сейчас смотрят? Ну, знаете, разные люди смотрят разные вещи, да? Но есть сериал, который называется «Сплетница», «The Gossip Girl», там, по-моему, больше ста, если я правильно помню, эпизодов. И он с интересной интригой, зрелищный и для подростков, и для взрослых. В общем, я считаю, что он и с точки зрения языка он хорош. Не жалуйтесь только, что они быстро говорят. Сейчас, в результате пользования всеми этими приложениями, молодёжь говорит очень быстро, а не визуалы, причём, такие, знаете, как никогда. Окей, хорошо. Но начать я хотела немножко с другого. Я часто получаю письма, на которые не всегда успеваю ответить. Так, секундочку. И, по-моему, снова вопросы пошли. Окей, Ань, такие вопросы оставляйте на потом. Я имею в виду, собирайте их, потому что это не для этого стрима. А на будущее мы учтём. Просто рассказать про разницу между love и like. Окей. Так, но это не сейчас. У нас сегодня другая тема. Я дам вам возможность выбора. Я хочу вам показать одно письмо, на которое я хотела бы ответить в эфире. Мы сейчас с вами его прочитаем и потом решим. Ответить мне сразу, а потом перейти к теме. Или оставить это на потом, после того, как мы разберём тему сокращений. Давайте посмотрим это письмо. Написала его Анна Журба. Я не буду всё читать, вам всё видно. Я сейчас выберу то, собственно говоря, почему она пишет. Она просит совета. Мне очень нравится английский, но не могу сама понять, какую цель преследую. Я отношу себя большей частью к самоучкам. Но было дело, что на основании самостоятельных прообретённых знаний, огромного желания пойти дальше по английской стезе, закончила вечерние курсы, переквалификации, переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Постоянно учу английскую грамматику, учу своего ребёнка английскому. Ему 4 года. На данный момент мне очень нравится тема преподавания маленьким детям. Очень нравится сама идея, понимать людей по всему миру, общаться на мировом языке. Но так просто я общаться не хочу. Почему-то учу и учу его. Мне хочется чего-то большего. Сама не совсем понимаю чего. Возможно преподавать детям. Возможно. Но, мне кажется, желание пройдёт, когда отпадёт потребность, как только мой ребёнок вырастет и будет уже самостоятельно продвигать свой английский. По ощущениям хочется быть на самом высоком уровне, быть синхронистом. Но здесь меня привлекают деньги. А вы так постоянно утверждаете, что не нужно на это смотреть. В общем, хочется узнать вашу мысль на этот счёт. Я далеко не профессионал, а вернее, мне до профессионала далеко. Обычный человек, который не знает, как реализовать себя. Знаю только, что очень люблю заниматься английским. Какие-то крылья вырастают. Поэтому занимаюсь, занимаюсь и занимаюсь. Очень буду признательна за ответ. Заранее спасибо и с наилучшими пожеланиями. Итак, письмо я зачитала. Хотите, чтобы я на него ответила сейчас или чтобы я ответила в конце? Голосуем. Сейчас или в конце? В принципе, я думаю, это займёт у меня минут пять. Что, ответим сразу? Окей, что я хочу сказать Анне и всем тем, кто отчасти хотя бы узнаёт себя в этом письме? И хочется, и колется, желание большое, и учу, и учу, и учу. То, что я сейчас скажу, относится не только к английскому языку. Сразу, окей. Ну, я уже отвечаю. Мой совет относится не только к английскому языку, он скорее относится вот к этому очень хочу, но мало что делаю или не решаюсь. Вы знаете, у общества советского, особенно, из которого я уехала, постсоветского, было и у многих по-прежнему остаётся, я вижу это, судя по письмам, достаточно молодых людей. Она, молодая мама, воспитывалась из поколения в поколение неправильное понимание жизни вообще. Я вам объясню, о чём я говорю. Нас учили, что надо один раз в жизни выбрать свой путь и по нему до конца своей жизни идти. Меня учили, и первый мой шок в Америке был от этого, пожалуй, первый-единственный. Нас учили, и я была убеждена, что надо закончить школу, институт, у меня ещё были высшие курсы синхронных переводчиков, это фактически аспирантура. И всё. И с учёбой на всю жизнь вопрос закрыт. Я уже обучена, мне больше нечему учиться. Это первое заблуждение. С первого дня в Америке, как только я начала искать первую работу, и была готова пойти в тех условиях, когда был экономический кризис, куда угодно, я столкнулась с тем, что, несмотря на все мои образования, учиться придётся всю жизнь. Я это не сразу поняла. Я сначала поняла, что надо пойти сюда учиться. Как? Мне, с моими знаниями, ещё и учиться? Надо было пойти. Дальше, дальше, дальше. По сей день я чему-то учусь. Каждый день. Это первое. Второе. Люди страшно боятся ошибиться. Это ограничивающее убеждение. Человеку кажется, что он может однажды в жизни принять решение на всю жизнь, и это пугает. А вдруг я ошибусь? Человеку кажется, что он может однажды в жизни нет неправильных решений. Повторите это про себя и вздохните с облегчением. В жизни нет неправильных решений. Мы пришли в эту жизнь, чтобы испытать, чтобы расти, да, расти духовно, чтобы испытать контраст. Чтобы расти, надо, чтобы был контраст. Выезжая из Новосибирска в Москву на машине, и даже на самолёте, или на поезде, вы не видите Москвы. Правильно? Да? Дорога открывается под ногами идущего. The road unfolds under the feet of the traveler. Нет неправильных решений. Любое ваше... Но самое тяжёлое в жизни, когда вы не можете принять решение, потому что вы боитесь ошибиться, и вы не знаете, а как это будет. Анна пишет... Вот сейчас мне нравится преподавать ребёнку. Ну, а вдруг у меня этот интерес пройдёт? А-а-а, что же я буду делать? Ну, пройдёт этот, возникнет другой. Вы никогда не знаете, что будет за следующим поворотом. Принимайте решение. Основным показателем того, что это ваш путь, является страстное желание. Оно у вас есть. А что будет дальше? Кто знает? Дорога открывается под ногами идущего. Как? Не наше дело. Наше дело – встать на этот путь. А как что произойдёт? Это уже дело Вселенной. Вот мой вам ответ. Я ответила? Надеюсь, что да. Самым большим сигналом является страстное желание. Что будет дальше, вы не знаете. Куда вас эта дорога выведет? Вы тоже не знаете. Согласны? Окей. Согласны или нет? Вот вам мысль для размышления. Да, по мере поступления. Я бы сказала, не проблемы, а задачи. Самое главное – получать удовольствие. Что бы мы в жизни не делали, получать от этого кайф. И не слушать, что говорят вокруг. И меня не спрашивать, быть вам синхронистом или не быть. Будет у вас работа или не будет. Будете вы зарабатывать или нет. Я не знаю. Я знаю только одно. Есть большое желание – делайте. А со следующим поворотом придет другое. И не думайте, что можно однажды решить на всю жизнь. Как выясняется, нет. Окей. Все. Проповедь на этом закончена. Пошли изучать сокращения. Я вам сегодня дам несколько примеров. Немало. Но чтобы вас только навести на мысли. И я вот даже сейчас одевалась и думаю, ой, вот же еще есть отличное сокращение. А вот еще есть отличное. А вот это слово все время сокращают. Ну, то есть поголовно. В школе этому не учат. Это надо смотреть фильмы, сериалы, слушать выступления, вести переписку. Тогда будете замечать. Идти к нам в класс. Идти к нам в виртуальную школу свободного английского. Окей. Окей, замечательно. Я рада, что это к месту было. Итак. Первое сокращение, которое очень часто встречается. FYI. Вы, если ведете переписку с кем-то в мессенджерах, то, наверное, это часто встречали. FYI. For your information. Буквально к вашему сведению, для вашей информации, в порядке справки. Но люди стали это использовать как разговорное, обиходное выражение. FYI. Да, и кстати, чтобы ты знал. Вот примерно так. Переводим всегда по контексту. Александра. Сейчас. Давайте я буду немножко перескакивать. Так. Таня, эти слова вовремя и к месту. Прям для меня, Виталий. Окей. Как вовремя сказали важное, Михаил. Ну, отлично. Александра. Наташа, спасибо большое за такие слова. Никогда не знаешь, куда что ждет тебя в будущем. Знаю точно, надо брать и делать. Совершенно верно. Окей. Итак, FYI. Я подобрала нескольких примеров. Сейчас, друзья. Так, а у меня... Если вы мне дадите одну секундочку... Сейчас, я должна открыть еще одну закладку. У меня же все закрылось, когда я перезапускала. Ой-ой-ой. Так. Как это сделать? Сейчас. Мне надо... Дайте мне минуточку, чтобы я видела... Я хочу вам немножко сюжет рассказать. Я себе сделала пометки везде. Так. Пока задавайте вопросы. Кому то, что... Вот вопросы, которые задала Анна, показались близкими и знакомыми? Кто в жизни тоже боится ошибиться? А кто не боится и почему? Так. А я пока буду документ искать. Сейчас. Секундочку. Секунду. Так. И всем спасибо за терпение. Видите, как у нас сегодня интересно. Окей. Так. Открываем документ. Мне, чтобы собрать этот материал, пришлось пересмотреть много чего. Так. Значит, это у нас аббревиations. Окей. Итак. Секунду. Что такое? Что же день? У нас за день сегодня такой. Окей. Ну, ничего. Итак, первый пример из фильма, который мне очень понравился. Я очень люблю... Я, знаете, иногда ищу фильмы по именам актеров. Дайан Киттен в этом фильме играет. Потому что я так сказала. На русский перевели, потому что я так хочу. Это, в общем, подходящий перевод. Мама, роль которой играет Дайан Киттен, хочет сосватать свою дочь. И молодой человек, она специально приглашает под каким-то предлогом к себе домой, что там что-то надо ей помочь. И она звонит дочери, а чтобы тот ничего не понял, у нее такой зашифрованный текст. К твоему сведению. Eagle has landed. Орел приземлился. Там так зашифрованно говорит. Yes. The hen is in the house. Да. Курица в доме. Повторяю. Repeat. The hen is in the house. Right now. Курица в доме. Прямо сейчас. Значит, это чтобы дочь срочно пришла. Немножко тяжело это дается, вот эти звуки, когда они подряд идут. Значит, надо просто потренироваться. FYI, Eagle has landed. Are you repeating after me? Повторяйте за мной. Окей. Замечательно. Repeat. The hen is in the house right now. Следующий фрагмент из Gossip Girl, сплетницы, которую я рекомендую вам посмотреть. Здесь выясняются, значит, там враждующие и конкурирующие группировки старшеклассников. И девочка одна написала статью разгромную в школьной газете. И тем самым нажила себе врагов. И в этой сцене они сталкиваются. И девочка, которая главарь одной из группировок, в адрес которой была критика, говорит. You? Ты. Я, Blair, me, отвечает автор статьи. Да, Blair, я. FYI, one insipid article doesn't mean people here like you. Чтоб ты знала. Или прими к сведению. Одна статейка, insipid, insipid, имеет много значений. Гнусненькая, блеклая, никакая, пустая. Ну, в общем, хочет ее оскорбить. Одна пустая статейка не значит, что люди тебя полюбят. То есть, что ты здесь, кому ты нравишься. И следующий фрагмент из Offspring, отпрыск. На русский его как-то иначе перевели. Я, по-моему, на днях вам говорила. Или такая жизнь, что-то как-то так перевели. Но Offspring, отпрыск вы тоже найдете. Австралийский сериал. Сестра звонит главной героине, врачу-акушеру. Сообщает, что ее новый бойфренд или как бы кандидат в бойфренды уже... А, здесь она сообщает. Да, что-то они там готовят. А она не нашла, не может найти няню временную на вечер. Мы их называем babysitters. Или, видите, здесь она тоже сокращает. И да, и кстати, тебе к сведению, я пока что не нашла няню для Зои. Зои, это малышка, дочь главной героини. Сестра ей помогает с ребенком. В общем, не нашла, не нашла... Кто бы с ней мог посидеть. Из babysitter остается только sitter. So, once again, давайте еще раз вместе прочитаем все эти три примера. Будут звучать они быстрее. Она выделяет даже like you. Что, мол, вот ты здесь никому не нравишься. Also, as an FYI, I haven't yet found a sitter for Zoe. Ну, теперь давайте практикуемся. И потом с записью я рекомендую вам останавливать, несколько раз перематывать и тренироваться. FYI, the eagle has landed. Yeah, the hen is in the house. Repeat, the hen is in the house right now. You. Yeah, Blair, me. FYI, one insipid article does not mean people here like you. You. Yeah, Blair, me. FYI, one insipid article does not mean people here like you. Also, as an FYI, I haven't yet found a sitter for Zoe. Also, as an FYI, I haven't yet found a sitter for Zoe. Ну, как получается, дайте мне знать. О'кей. Виталий пишет. Как бывает досадно, когда ты вроде имеешь готовые конструкции в голове, но при разговоре они вылетают, как с этим бороться? Это очень часто встречающийся вопрос. Здесь два момента. От того, что у вас где-то вы, как вам кажется, выучили у вас конструкция в голове, это не значит, что вы умеете это в нужный момент воспроизвести. У нас все занятия построены таким образом, что вы все время повторяете вслух. Невозможно про себя что-то знать, заниматься только молча и потом в разговоре что-то выдать. Кстати, тоже мне вопрос такой интересный задали. Вопрос звучал примерно так. Наташа, нейронаука утверждает, нейронаука, кстати, этого не утверждает, что можно любым навыком овладеть мысленно. Ну, как же так? Почему же не получается английским мысленно овладеть? Ну, первое, нейронаука этого совершенно не утверждает. Нейронаука говорит о другом. Нейронаука говорит о том, что для того, чтобы овладеть на приличном уровне каким-то навыком, в частности, это относится к языку, необходимо правильной практике этого навыка, тренировки, 10 тысяч часов. Посчитайте, сколько это дней. Это получается где-то лет пять. Но кто-то из вас учит 15 лет, со школы, с института. Это не учеба. Язык требует, язык, язык требует, чтобы он работал. Понятно? Поэтому у нас все построено на том, что весь материал слушается, повторяется вслух. Даже если я даю письменные задания, допустим, сделать транскрипт какого-то видео. Инструкция такова. Услышали предложение? Записывайте и проговаривайте. Пока пишете, рука работает медленнее, чем язык. Проговаривайте несколько раз. Только вслух. Это первое. А второе, у вас, у большинства людей существует еще психологический барьер, который мы тоже преодолеваем. Что возникает? Стопор, страх, неловкость, боязнь что-то неправильно сказать и плохо выглядеть. Да? Это все убирается. Окей. Алтынай пишет. Всю жизнь, оказывается, неправильно. FYI, я всегда полностью for your information. Вы можете сказать for your information? Можете. Ничего страшного. Но особенно сейчас очень любят это сокращать. При этом вы можете сказать полностью. Но сегодняшняя наша тема сокращение. Окей. Вадим Кузин. Язык – это мышца, которая должна работать. Совершенно верно. Если мышца нетренированная. Мысленно. А, возвращаясь к нейронауке. Я думаю, что автор этого вопроса перепутал вот какие вещи. В нейронауке или нейролингвистическом программировании НЛП есть другая рекомендация. Ею пользуются люди, знающие это, перед серьезными выступлениями, спортсмены на серьезных соревнованиях, балерина перед выходом на сцену, баскетболист, готовящийся к очень важному броску на расстоянии в корзину. Мысленно, буквально на пару секунд, представить весь этот идеальный полет баскетбольного мяча. Идеальный сложный прыжок фигуриста на льду. Мысленно. А потом пойти и исполнить. Но сколько труда вложил этот фигурист, балерина, баскетболист, оттренировывая эти навыки, забрасывая, бросая этот мяч в корзину. Но когда они мысленно потом настраиваются в момент, когда это надо исполнить, когда вы мысленно настраиваетесь перед собеседованием, телефонным звонком, чем-то очень важным, и представляете, как это удачно проходит, как мяч точно соблюдает заданную траекторию и попадает в корзину, это помогает. Но это не значит, что можно мысленно балерине овладеть искусством балета. Бегуну, сидя на стуле, мысленно себе все это представлять, а потом пробежать за рекордное время. Вот чтобы я хотела бы внести ясность насчет нейронауки. Итак, совершенно верно, язык это мышца, которая должна работать. И эта мышца, как все остальные, связана с мозгом. Так что, но люди себе неправильно представляют, не считают, что нет, практика будет там, вот когда я поеду куда-то, там будет практика. Там будет практики ноль, потому что вы ничего сказать не можете. Практика это, в свое время, когда я училась, практика была в лингофонном кабинете, для того, чтобы когда уже вышли в реальную жизнь, могли что-то сказать. А те, кто этого не делали, они ничего сказать не могли. Каких бы институтов, университетов они не заканчивали. Окей, пошли дальше. Следующее сокращение, которое, кстати, я смотрю, молодежь использует. Знаете еще, почему это сейчас так и распространено? Потому что, особенно молодое поколение пользуется текстовыми мессенджерами. И они любят произносить сокращения. By the way, BDW. Мне кажется, что легче произнести by the way, кстати, между прочим, чем произнести BDW. Но я вам это показываю для того, чтобы когда вы это встретили, вы не растерялись. Вот вам пример. Из сплетницы, по-моему. Сейчас посмотрю, откуда я это взяла. Да, Gossip Girl. Одна подруга опаздывает на встречу с другой. Ты знаешь, я тебе час назад звонила. И, кстати, ты опоздала. You know, I called you an hour ago. BDW, you're late. Делает она ей выговор. Следующее сокращение используется повсеместно. И только как сокращение. Не используется расшифровка. Ириэй, ириэй, ириэй. Estimated time of arrival. Примерное время прибытия. Пошло это от расписаний поездов, самолетов. Примерное время прибытия. Однако, опять же, под влиянием всех этих текстовых мессенджеров, это вошло в повседневную жизнь и вошло очень прочно. Я с этим сталкиваюсь в самых таких ситуациях, когда мне кажется, что это вообще как бы даже не подходит сюда. У меня машина была на техобслуживании, и я позвонила, чтобы узнать, когда она будет готова. И мне ответили. We can't give you an ERA. Не можем сказать, когда. Используя ETA, estimated time of arrival. Как интересно, да? Постоянно в разговоре я слышу What's your ETA? Ты когда будешь? Примерно хотя бы скажи. Или мы там переписываемся с нашим коучем, моей коллегой Шерри, моей подругой большой, Шерри Холландер. Она в дороге едет ко мне, или куда-то, где-то мы встречаемся, и у нее еще по ходу там какие-то дела, и вот с какого-то момента, когда она уже знает, примерно, когда она у меня будет, она мне пишет ETA, там такое-то. И говорят точно так же. ETA, ETA. Мы не говорим estimated time of arrival. Это просто показывает происхождение этого выражения. Так, здесь этот отрывок, сейчас мы посмотрим. Это из Offspring, Отпрыск, австралийский сериал. Just calling to let you know that Thomas is here already. He's cooking gulaş. Гуляш это, да? Give me an ETA, if you could just give us a call when you can. Сестра звонит врачу своему, своей сестре, и сообщает о том, что ее бойфренд уже здесь, готовит гуляш. По-моему, он еще не стал бойфрендом на этот момент. Так что ты мне сообщи, примерно хотя бы, когда ты будешь. Если можешь, ну хотя бы позвони нам, когда сможешь. Видите, у нее там можешь, сможешь. Ну, в устной речи люди могут так сказать, что это будет тавтология, и в устной речи очень много, что позволительно. So, let's say it together. Давайте вместе. Just calling to let you know that Thomas is here already. He's cooking gulaş. Give me an ETA, if you could just give us a call when you can. Это как бы, здесь вообще-то после ETA надо было бы поставить запятую, это фактически два предложения в одном. Give me an ETA, if you could just give us a call when you can. Если бы ты могла нам позвонить, как только сможешь. Дадиме знать, как получается. Отлично, идём дальше. Следующее, тоже часто распространённое сокращение, вошедшее в современную жизнь. MIA, Missing in Action. Что интересного, можно сказать про это сокращение? Означает оно пропавшей без вести? Это сокращение используется на войне, в каких-то военных операциях, когда человек не числится среди погибших, в живых его нет пропавшей без вести. неизвестно, неизвестно, что с чеком стало. Но в современной жизни, буквально в последние годы это стали использовать, опять же, в результате того, что появились мессенджеры, всё сокращается. не могу его найти, я не знаю где, он куда-то подевался, не отвечает на звонки. у меня как-то были гости, и дочь матери говорит, я не знаю где отец, не могу его найти. И она говорит, he is M.I.A. пропавшей без вести. Из сериала Private Practice, который тоже мне очень нравится, частная практика, про врачей, они и коллеги, и друзья, весьма интересный сериал. Коллеги говорят, об одном из врачей. Кстати, здесь два сокращения, ещё и Oxy. Сейчас расскажу, что это такое. I heard there's a problem with your patient. Я слышала, у тебя проблемы с пациентом? No. Actually, there's a problem with a boyfriend. Нет. На самом деле, проблема с твоим бойфрендом. То есть, речь понятна, о каком пациенте идёт. He asked me for Oxy this morning. Он сегодня утром попросил ему выписать. Oxy – это Oxycontin. Oxycontin – это сильнейший наркотик, который строжайше по рецептам в ограниченных количествах выписывают пациентам после серьёзных операций, после серьёзных операций, если у них страшная боль. К этому лекарству, к этому наркотику возникает привыкание. Есть люди, которые этим злоупотребляют. He asked me for Oxy this morning. Now he's MIA. Значит, сегодня утром он мне попросил Oxycontin, а теперь его нигде не найти. Now he's MIA. И, насколько я помню, врач, чьим бойфрендом он является, говорит, ну и что ты сразу о нём такое думаешь? У него сильная боль в пояснице. Окей, давайте ещё раз вместе прочитаем, потом посмотрим этот фрагмент. Старайтесь повторять. Следующее слово, которое практически повсеместно сокращается. Это слово консультация. Consultation. Из этого сделали consult. Хочу обратить ваше внимание. Есть глагол, который пишется точно так же. To consult. Ударение на последний слог. Существительное сокращенное в сокращенном существительном ударении на первый слог. Consult. Консультация. Как правило, консультация врача. Консультация врача. Это тоже из private practice. Частная практика. А почему у нас не тот слайд? Как интересно. В общем, ошибка здесь произошла. Давайте посмотрим сам. Я вам сейчас скажу, какой должен быть текст. Повторите со мной на слух. Я думаю, мне нужна консультация. Я думаю, мне нужна консультация. Тебе нужна была консультация. Ты позвонил Питу другому врачу. Так, а почему же у нас... Это относится к... Окей, все понятно. Ну давайте посмотрим. Следующее слово сокращают в, скажем так, в просторечии, в неформальной речи. Вместо congratulations подростки часто это могут сказать. Congrats. Не злоупотребляйте это из уст взрослого человека. Это будет звучать, мне кажется, немножко фамильярно. Но такое сокращение есть. Congrats. Поздравляю. И, кстати, я часто замечаю вот эту ошибку. Сейчас, секундочку, открою камеру. Я часто замечаю ошибку, когда пытаются перевести я вас поздравляю. Вот пишут I congratulate you. А надо всего лишь написать или сказать congratulations во множественном числе. Congratulations. Это и будет. Поздравляю. congrats. Thanks. You deserve it. Тоже из сплетницы Gossip Girl. Поздравляю. Спасибо. Ты этого заслуживаешь. Часто, когда речь идёт об учебных предметах, но только в длинных названиях, не само по себе одно слово literature, литературу, сокращают до lit. А когда перед этим идёт какое-то описание, какое-то прилагательное, например, English literature как предмет. English lit. Между собой будут говорить преподаватели, студенты, школьники, часто сокращают эти названия. English lit. English lit professor. modern lit. Современная литература. Как учебный предмет. Посмотрим. Мы с вами несколько отрывков. Первый из Gossip Girl. Второй тоже, кстати, а третий из Larry Crown. The only problem is I've been late to my English lit class a few times. Говорит главная героиня. Там как бы несколько главных героев. Свои подруги. And late count as absences, which is ten percent. Они уже на выпуске фактически. Идёт последний год учёбы. Средний проходной балл очень высокий. Очень важен, какой у них средний балл будет по аттестату. Академический. Средний академический балл. И тут-то они начинают беспокоиться. И вот она говорит, единственная проблема в том, что я I've been late. Фактически, систематически опаздывала на английскую литературу на уроке. Несколько раз. A few times. And late. Очень интересно. Late. Как бы новое существительное образует во множном числе. Late прилагательное. А тут late. Опоздание. И опоздание считаются, засчитываются как пропуски. Absences. Отсутствие. Which is ten percent. А это десять процентов. То есть с ее балла там проценты вычисляются. Снимается десять процентов. А это немало. А подруга с сарказмом ей отвечает. Oh, if only there were a device of some kind to keep the time. Ой, если бы было бы какое-нибудь устройство, которое бы следило за следило за временем, отсчитывало время. с сарказмом. Есть часы, есть телефон сотовый, да? Давайте вместе проговорим это. The only problem is I've been late to my English lit class a few times. And late counts as absences, which is ten percent. Oh, if only there were a device of some kind to keep the time. Обратите внимание, there were сослагательное наклонение вместо единственного числа используется множественное. Если бы только было какое-то устройство, по-английски if only there were. Многие, даже носители языка, здесь допускают ошибку и ставят was, единственное число. Ну, например, if I were you, буквально, если бы я была вами, то есть я бы на вашем месте, сослагательное наклонение, if I were you, множественное число. Следующий пример. Это тоже из сплетницы, значит, там на уроке английской литературы преподавательница, в общем, поставила на вид, сделала серьёзное замечание ученица, и вот, значит, там ей выражают сочувствия. The way our English Lit Professor called you out in front of the entire class, you didn't deserve that. И то, как преподаватель английской литературы перед всем классом тебя читала, ты этого не заслуживала. Это было незаслуженно. The way our English Lit Professor called you out in front of the entire class, you didn't deserve that. To call out в данном контексте, сделать замечание при всех, отчитать при всех. Ну, было за что там, да? третий из Лэри Краун. Мерси, Мерси, come meet this girl. Преподаватель Мерси одна из героинь. У нас там главный герой Лэри Краун, которого играет Том Хэнкс. Мерси, Мерси, come and meet this girl. Мерси, Мерси, иди сюда, познакомься с этой девушкой. Она привносит страсть в феминизм и современную литературу. Это название предмету учебного в колледже. Такое очень яркое броское выражение привносить страсть во что-то. She brings passion to feminism and modern lit. Следующий пример, который я хочу вам показать, это то, как часто не слово, а фраза сокращается. Есть такое выражение No big deal. Ничего серьезного, пустяки, ерунда, не проблема. По контексту. Подростки все любят сокращать No big. Опускают слово deal. Так, а что у нас случилось? Сейчас, секундочку. Так, что такое? Это у нас восемнадцатый слайд, да? Ага, окей. О, я могла бы и тот слайд, оказывается, найти. Ну, хорошо, буду знать. Apparently, we're gonna play soccer later. No big. Это из сплетницы. У сына там свои планы, и вдруг ему звонят, разговор при отце. Он не хочет, чтобы отец знал, но он как-то так пытается выкрутиться и говорит, ну, как выясняется, мы позже будем играть в футбол. Soccer – это европейский футбол. А футбол – это американский футбол. Soccer. Later. No big. Так, ерунда. Ничего важного. No big. А отец на него смотрит подозрительно. So, once again, давайте еще раз. Apparently, we're gonna play soccer later. No big. Apparently, we're gonna play soccer later. No big. Apparently, we're gonna play soccer later. No big. Заметили, сестра там кивает вот так с сарказмом. То есть, ври дальше. Слово education сокращается в названии предметов учебных. Например, driver's ed. Есть такой предмет driver's education. Никогда не говорят полностью, не произносят полностью, говорят driver's ed. Это вождение, как учебный предмет в школе, в старших классах. Есть предмет вождения, после которого получают, сдают на права, получают права. Driver's ed. А physical education тоже никогда не говорят полностью, но там не ed, а pe, по первым двум буквам. Pe, physical education, физкультура. Интересно, полезно? Дайте мне знать. Мы не говорим лимузин, лимузин, мы говорим limo. На что еще хочу обратить ваше внимание? Если вы просто встречаете слово limo и знаете правила чтения в английском, то вы, пожалуйста, не произносите по правилам чтения limo. Это limo, потому что это сокращение от слова limousine. Limo. И вот три примера. Is gossip girl? Первый. We can talk more as I'm walking you to your limo. Мы можем продолжить разговор, пока я вас буду провожать к вашему лимузину. Он будет произносить быстро, и у него вот этот walking, окончание практически съедает он. Но это I'm walking в процессе действия, в настоящее продолженное время. We can talk more as I'm walking you. Я произношу полностью он проглатывает, у него получается as I'm walking you to your limo. As I'm walking you to your limo. Второй пример is sent of a woman, запах женщины. Заказывает лимузин на 8 часов. This is lieutenant colonel Frank Slade. Lieutenant colonel. По-моему, это подполковник. Lieutenant colonel. Кто-нибудь может посмотреть в словаре? Посмотрите. Lieutenant colonel. Я хочу заказать лимузин на 8 часов. 8 o'clock. И сцена из другого сериала, где это даже как бы не полное предложение. Перед ним идет другое предложение. Пара, мужчина и женщина, идут по улице, и она возражает. Я не очень помню этот сюжет, но, по-моему, там значит он предлагает им куда-то ехать, и она говорит, что как в том stretch limo это тот самый лимузин, который вы себе всегда представляете. Вот если просто limo, это не значит, что это будет вытянутый профиль машины, длинный такой. Это может быть обычная машина и будут называть limo, когда это специальный как бы частный сервис для вас лимузин. Более комфортабельная машина, но не обязательно длинный вытянутый лимузин. А stretch limo это именно такой лимузин длинного профиля. Like that stretch limo where the driver with the driver with the driver staring straight at us. Как в этом большом лимузине, где водитель будет на нас таращиться. To stare уставиться, таращиться. Straight at us прямо на нас. Like that stretch limo where the driver staring with the driver with the driver staring straight at us. Limo. Видите, не limo, а limo. Так что правила чтения здесь не имеют значения. We can talk more as I walk you to your limo. We can talk more as I walk you to your limo. We can talk more as I walk you to your limo. This is Lieutenant Colonel Frank Slade, I would like a limo. 8 o'clock. This is Lieutenant Colonel Frank Slade, I would like a limo. 8 o'clock. Like that stretch limo with the driver staring straight at us. Like that stretch limo with the driver staring Следующее интересное слово, которое неоднократно я встречала в сокращении, это от слова renovation. Точно так же, кстати, пишется название города в Неваде. Но если вы вне контекста это встретите, скорее всего, вы прочитаете Reno, потому что это напоминает название города. Но если понятен контекст, и речь идёт о ремонте, о перестройке помещения, renovation, то сокращают Reno. Сцена из Gossip Girl, сплетницы, по гостинице, кухне, кухне в гостинице, принадлежащей сначала отцу, затем этому молодому человеку, главному герою. Опять же, одному из главных, там героев много. Он идёт с новым бизнес-партнёром, женщиной, и они вспоминают детскую игру, в которую мы с вами играли в эфире в один из дней, кстати. Это горячо, холодно, и он комментирует. Старые деревянные полы были заменены на плитку in the last reno во время последнего ремонта. То есть, во время последнего ремонта старые деревянные полы заменили на плитку. В названиях музеев, театров, галерей тоже часто используют сокращения. Ну, известный музей искусств в Нью-Йорке, Metropolitan Museum, его часто называют The Met. Сцена из Gossip Girl, сплетницы. Boyfriend, ставший уже женихом, из Франции. Из привилегровной семьи встречается с одной из героинь, и они в Нью-Йорке, и он говорит, что ему страшно нравится Metropolitan Museum, и она ему отвечает. But you cannot seriously say you prefer the Met to the Louvre. Ты не можешь всерьез говорить, что ты музей, Metropolitan Museum, предпочитаешь Лувру. Обратите внимание, то, что вот путает всегда русскоязычных, в частности. В русском мы говорим, я предпочитаю, я предпочитаю, что чему. Да, вот здесь происходит путаница. I prefer, по-английски мы говорим, что сначала предпочитаем, а потом чему. I prefer the Met to the Louvre. Я предпочитаю Metropolitan Museum, Лувру. А в русском мы часто говорим, я Лувру предпочитаю Metropolitan. И вот здесь, чтобы было понятно, что чему. То есть он предпочитает, ему нравится Metropolitan, и он считает, что он интереснее, чем Лувру. Она не может в это поверить. Следующее сокращение, очень часто встречающееся. От слова technician или technical, либо от слова существительного техник, technician, или лаборант, или помощник, в зависимости от контекста, или прилагательного technical, технический. Сокращается до tech. Например, a tech degree, технический диплом, техническое образование. A vet tech, помощник ветеринара. Когда я вожу своих питомцев к ветеринару, выходит a vet tech. Какие-то там операции, там, я не знаю, перебинтовать, допустим, животное, промыть ушки, глазки, ещё что-то выполняет. Помощник ветеринара, a vet tech. Rep. Поголовно используется, потому что слово representative, представитель, слишком длинное. Rep. A sales rep. Агент по продажам. От какой-то фирмы, например, фармацевтические фирмы имеют своих sales reps, которые ходят по врачам, предлагают образцы препаратов и так далее. Это из сплетницы. Давайте-ка я сейчас заменю их место. Коротенький, короткая фраза, одно предложение, длинное просто. Из сплетницы отец говорит с сыном. Он в прошлом был достаточно известный рок-музыкант. Потом от этого всего отошёл. Теперь он хочет вернуться на сцену, на гастроли, выступать. За это время он успел жениться. Но я не хочу выдавать всё содержание, иначе будет неинтересно смотреть сериал. Короче говоря, он решает... У него остались какие-то старые связи. И он говорит... Я действительно соскучился по музыкальному миру. Мне не хватает, мне правда не хватает мира музыки. In fact, I'm meeting the reps in half an hour. Я даже... In fact, по-разному переводится. Здесь для усиления, да? Я даже встречаюсь с представителями через полчаса. О каких представителях здесь идёт речь? Представители, организаторов рок-концертов, фестивалей, студии звукозаписи. The reps. Представители. I'm meeting the reps in half an hour. I do miss the music world. In fact, I'm meeting the reps in half an hour. I do miss the music world. In fact, I'm meeting the reps in half an hour. Есть выражение сленговое street cred от credibility. Credibility – доверие. Ну, можно этим ограничиться. Street cred. Street cred означает, но именно это сленговое выражение, рейтинг, доверие в массах, популярность, продолжение того же разговора. I was the cool rocker guy, говорит отец. Я в своё время, I was the cool rocker guy, таким очень хиповым рокером. А сын ему отвечает, я. But now, the penthouse, the art, the millionaire's wife on the house arrest doesn't exactly scream street cred. Да, но теперь penthouse – это роскошные апартаменты на последнем этаже, как бы на крыше достроенные. Очень дорогие. The art – предметы искусства. Там у них дорогие картины и прочее. The millionaire's wife – жена миллионера on the house arrest, под домашним арестом. Doesn't exactly scream street cred. Не особо-то говорят о популярности среди масс. То есть, он давно уже оторвался от всего этого, у него жена миллионер, проблемы там, она под домашним арестом, а он решил в рок снова податься. Ну, мол, ты уже давно оторвался, ты уже, какой из тебя рокер? So, let's read it together. I was the cool rock guy. Yeah, but now the penthouse, the art, the millionaire's wife on the house arrest doesn't exactly scream street cred. То scream – орать, кричать, вопить, но понятно, что это в переносном значении. He doesn't exactly scream street cred. Вообще-то не очень внушают доверие масс, скажем так. I was the cool rocker guy. Yeah, but now the penthouse, the art, the millionaire's wife under house arrest doesn't exactly scream street cred. А, ему отвечает друг сына. Окей, в названиях университетов используются сокращения. Никто у нас не говорит University of California in Los Angeles. Если только не в каких-то серьёзных документах это написано. UCLA. Нью-Йоркский университет. NYU. Университет штата Коннектикут. UConn. UC San Diego. UC Santa Barbara. Так тоже могут говорить. Вот, правда, UCLA не говорят UC Los Angeles. Мы говорим только UCLA. Известный университет у нас в Лос-Анджелесе. Университет Калифорнии в Сан-Диего тоже имеет свои сокращения. Можно сказать UCSD, но это знают скорее на местном уровне. Будет более понятно UC San Diego или UC Santa Barbara. Название университетов штатов. Как правило, сокращаются. GPA. Great Point Average. Никогда мы не говорим полностью. Мы говорим GPA. Это средний академический балл по аттестату. Высчитывается по окончании школы при подаче документов в высшие учебные заведения. На это смотрят. Это очень важно. Средний академический балл. GPA. Разговор. Так, это у нас 14-й. Сейчас я посмотрю. Это из Perfect Date. Идеальное свидание. Постой, постой. Ты поступаешь в УКОН, университет в Коннектикута. I am. Да. I didn't think they'd accept me, considering my GPA is a bit iffy. Я не думал, что они меня примут, учитывая, что у меня средний академический балл. A bit iffy. Немного такой сомнительный. Вот прилагательное iffy образовано от слова if, если. Iffy. Сомнительный. But I showed them some of my apps. Вот вам еще одно сокращение. Apps. Applications. Приложения. Но я показала им некоторые из моих приложений, and they were impressed. И это их впечатлило. То есть, они были впечатлены. И их это впечатлило. So, once again, together. Давайте вместе. Wait. Are you going to UConn? I am. I didn't think they'd accept me, considering my GPA is a bit iffy. But I showed them some of my apps, and they were impressed. Один только пример привожу, потому что их масса сокращаются. Ученые степени, специализация в университете, MBA, Master of Business Administration. Не говорим мы полностью. MBA. Магистр организации и управления бизнесом. В разговорной речи часто сокращаются brother и sister. Брат и сестра. Но используются по-разному. Bro пошло, кстати, от афроамериканцев. Сейчас используют молодежь повсюду. Bro – это братишка, может быть, и приятель. Так можно обратиться к брату, действительно брату родному, или к приятелю, или вообще к постороннему человеку, чтобы быть немножко фамильярно. И это молодежь делает. И не всякая молодежь, и не всегда. Но чтобы вам было понятно. Услышали? Bro, понятно, это братишка. А вот сестренка, так обратиться никому нельзя, кроме действительно родной сестры. Сес. Сес. Сестренка. Сцена, которую мы с вами частично видели из «Сплетницы». Тот самый телефонный разговор, когда мальчишку застает отец, а отец уже что-то там подозревает. Парень по телефону при нем ничего сказать не может. И говорит. Noon. Yeah. Sweet bro. В полдень. Ага. Ну, отлично. Sweet. Sweet – это не только сладкий. Это еще на сленге. Sweet. Cool. Отлично. Здорово. Bro. Приятель. А потом уже начинает объяснять, что это вот мы там будем в футбол играть. Noon. Yeah. Sweet bro. Следующая сцена из... Не помню уже откуда. Здесь встречаются два приятеля. Один обращается к нему как pal – приятель, а другой ему отвечает bro. Great to see you, pal. Привет, приятель. Рад тебя видеть. Come here. Иди сюда. Они обнимаются. Oh, man. It's good to see you, bro. It's good to see you, bro. Опечатка у нас, кстати. Good – должна быть маленькой буквы. It's good to see you, bro. Приятно тебя видеть. Рад тебя видеть. Noon, yeah, sweet bro. Так, а что же это у нас такое? Noon, yeah, sweet bro. Так, а куда же это делать? Noon, yeah, sweet bro. Great to see you out, man. It's good to see you, bro. Ага, еще раз. Так. Noon, yeah, sweet bro. Noon, yeah, sweet bro. Noon, yeah, sweet bro. Ну вот, это, собственно говоря, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Сокращений. Секунду. Сокращений в английском языке. Невероятное количество. Я не говорю о сокращениях там официальных до каких-то букв. Это вообще, и у вас в языке это есть. Сокращений всяких организаций. Это узнается по ходу, когда вам надо иметь дело с этой организацией. Я хочу показать вам слова, которые сокращаются в обиходной речи. И таких очень много. Ну, что мне сейчас приходит еще на ум. Например, слово legitimate, законный, сокращается до legit. И когда используется, например, можно человеку сказать, he is legit. Ну, опять это сленг. He is legit. То есть ему можно верить. Он действительно тот, за кого он себя выдает. Он действительно, как бы, уполномочен. Это зависит от контекста. Но можно сказать, he is legit, можно сказать о чем-то. It is legit. Это действительно не развод, вы так, наверное, скажете, да? Я не знаю современный, плохо знаю современный жаргон, он меня не интересует. Но вот я слышу, если вы хотите сказать, что это не развод, вы скажете, it's legit. Светлана Корженко, это наша студентка, пишет, MBA, у нас есть такой речитатив в классе, теперь проговорила с удовольствием, да. He wants to be, я уж не помню, там. Harry wants to go to Harvard, да? Гарри хочет поступить в Гарвард. Был такой речитатив, да. Отлично. Так. Я не очень поняла, к чему Джулия приводит, говорит выражение rain check. У меня есть видео на тему rain check. Я не очень поняла, к чему. Если вы что-то мне пишите, не разрывайте это на два сообщения. Пишите в одном. Если не успели, повторите. Потому что я не вижу, я не могу проследить, допустим, все сообщения Юлии. Лента-то идет. Это относится к тому, что Юля пишет. Удивительно, как в английском языке одна часть речи может переходить в другую, как в случае с late. Да, late образовали. Да, в английском это легко происходит. Кстати, Юля, вы меня спрашивали. Кто меня спрашивал про refill cards? Сейчас, может быть, я найду этот вопрос. Сейчас, 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 сейчас. не могу найти. Вопрос про пополняемые карточки для сотовых телефонов каких-то. Я не пользуюсь такими телефонами. И я не помню, кто-то из вас спрашивал. А все-таки можно говорить «рюфил» или нельзя в официальных документах? Дайте мне пример официального документа. Я вам скажу. Скорее всего, нельзя. Кто будет использовать слово «пополняемая карточка» в каком официальном документе? Мне это непонятно. Так решили назвать. Они назвали. Значит, если они так назвали, то вы эту карточку тоже так называете. Но вопрос был ко мне в прошлый раз. Можно ли, можно ли говорить «to refill an account»? Я считаю, что нельзя. Вы можете сказать «I'd like to add money to my account». Но поскольку они уже ввели у себя сленговое выражение «to refill a card», вы можете сказать «I want to refill a card», но не «account» и не «телефон». Окей. А, вы же и спрашивали. Понятно теперь. Я уже третий раз отвечаю, по-моему. Мне казалось, что я уже третий раз отвечаю. Теперь понятно? О каком официальном документе идет речь? Понимаете как? Когда возникают какие-то профессиональные сленговые обороты, люди, это вводящие, не думают о грамматике. Ну, они так назвали, ну, окей. Но нигде в другом месте это употребить нельзя, если вопрос об этом. Ну, какой договор? Вот, понимаете, не надо гипотетически придумывать. У вас с ними есть договор? С такими компаниями никакого договора нет. Купил карточку? Пополнил? Не пополнил? Нет минут. На официальном сайте мобильного оператора пойдите посмотреть. Окей. Они так говорят, ну, вы поймите, что это не распространяется на язык вообще. Вот они так сказали. Они так сказали, вы там с ними так говорите. А как уж у них там с грамматикой и лексикой на официальном сайте. Не думайте, что везде все идеально грамотно. Окей? Договорились? Хорошо. Ну, и в конце я вам хочу напомнить, что у нас есть трехдневный интенсив. Это мой подарок моим подписчикам. Вы можете на него подписаться. По отзывам он очень интересный. Время пробегает быстро. Окей. И я приглашаю вас на тест-драйв Power English Class. Класс влиятельного английского. Хотите реальных результатов? Приходите. Аня, разместите, пожалуйста, ссылки на то и на другое. Если вам нравится заниматься по фильмам, и у вас уже больше, чем начальный уровень, у нас есть отличный совершенно курс. И он не длинный по продолжительности, всего лишь шесть недель, но к нему можно постоянно возвращаться, у вас пожизненное членство. Это английский по фильмам, Ань. Английский по фильмам, где мы работаем над беглостью речи, слитностью речи, естественно, интонацией, правильным произношением, пониманием на слух, расширяем ваш словарный запас, идиомы. Всё в этом курсе. И он построен на тренажёрах, и я рекомендую тем, кто его проходит, постоянно к нему возвращаться. Это великолепная зарядка для речевого аппарата, после которой легко говорить, легко понимать на слух. Окей? Alright. Следите за рассылкой. И если у нас вы в подписчиках, то мы вас уведомим. Я планирую ещё пару раз встретиться, ну, до круглого числа доведём, там, до десяти, может быть. И... а дальше к нам, к нам в школу. Хотите результатов? Надо заниматься как следует. Это так мы с вами играем. А заниматься у нас очень интересно, полезно и эффективно. Идите, смотрите, слушайте отзывы наших студентов, каких результатов они достигли. Мне это всегда очень приятно. Окей. Окей. Ну, я рада, что вам понравилось. Окей, guys. Вы are very welcome. See you next time. Bye. Продолжение следует...